шалом дорогие друзья шаббат шалом хаверим всех с наступающим шаббатом и мы на канале рэбби или агу коцар и сегодня мы рассмотрим с вами очень интересную тему как по мне эта тема будет касаться избрания потому что прямая речь машеха это много званых но мало избранных и мы попробуем на примере главы шмот и вейра разобрать эту тему я думаю что будет интересно для всех потому что эта тема давно она так гоняется в разных интерпретациях ну сколько я слышал очень много об говорят и ну мы попробуем ее рассмотреть в рамках слова божьего не выходя за них вот такая интересная тема кому интересно смотрите до конца потому что будет до конца интересной информации будет но возможно но и познавательного для себя вы узнаете и так много мы начинаем и первую очередь как всегда я благодарю большое спасибо хочу сказать всем людям которые нас поддерживают и которые и в молитвах поддерживает и материально поддерживает в это время которое такое непростое для нас и спасибо вам большое потому что очень чувствительно чувствуется ваша поддержка вот она вид как невидима как год бог да и ну часто люди говорят вот на бога надейся но понятно мы все надеемся на бога и верим ему но бог делает свои дела добрые через людей и здесь человек имеет выбор согласиться с богом и сделать то доброе дело которое он хочет через него совершить а может он и не сделать поэтому всем огромное спасибо и наши молитвы мы молимся чтобы бог сохранил ваши семьи ваши дома от всякого зла от всякой беды и чтобы ангелам своим заповедовал охранять на всех путях своих верных потому что поддерживали потому что поддерживая нас вы тем самым служить и богу ну потому что ну это это заповеди божьи это мецвод это то что мы если мы действительно представляем бога здесь на земле то мы должны делать и как бы ну это наша сущность поэтому не делать добро это ну как бы не про нас и не поддерживать друг друга тоже огромное спасибо всем кто подписывается на канал кто понимает о чем я говорю когда прошу друзья подписывайтесь и помогайте ну каналу подняться потому что когда мы ставим лайк подписываемся ставим комментарии или ставим дизлайк это в общем получается формула ютуба по которой он высчитывает и потом делает показы для большего количества людей то есть та информация с которой мы с вами здесь делимся к ней могут получить доступ все больше и больше людей также прошу вас тех кто понимает о чем идет речь делиться в соц сетях понравившимися видео и так и все которые будут достигать ну это самая такая простая штука что которую мы можем сделать помочь свету туры распространяться или свету большему свету истины по всей земле и это да я думаю что бог и это было угодное дело бог конечно не оставит нас без внимания и потому что там ну это же не для одного это же для большого большого числа людей и свое время я помню когда меня мне говорили ну об этом канале чтобы я сделал канал и чтобы открылась чтобы делился чем тем что бог не открывает я долгое время протестовал и говорил не это не буду делать зачем это мне мне интереснее это не живое общение и все такое но спустя некоторое время бог открыл мне что можно вот таким образом ну достигать людей большого количества людей достигать при этом но не не ну не гоняясь или как-то в поисках тому кто кому нужна эта информация и поэтому когда я ну понимание это бога получил я начала послушно делать этот канал и послушание ну и те люди кто помогает мне это делать то есть ну это уже известно как это подписка лайк комментарий те люди они как бы разделяют и помогают богу свой свет распространять по земле потому что в данный момент тьмы очень много больше того знаете вот этих всяких заблуждений которые ну ловушек которые попадали люди по своей ну или наимности или какой-то ну степени доверия и находятся сейчас в плену всевозможного ну колдовства всевозможного вот ну таких разных филистических действий сейчас очень этих людей очень много и среди них очень много народа божьего и шоуа говорил о тех через кого придут эти соблазны в этот мир ну и он говорил что ущипь им не родиться или повесить повесить мельничный жернал на шею но не должно так быть чтобы людей так откровенно колпачивали беря там ну насилуя людей принимая при этом тяжелые наркотики и все остальное потом выходить и рассказывать что бог сказал это по меньшей мере как-то даже ну не непонятно и как люди продолжают слушать и вот тут меня это очень сильно удивляет сюда и очень сильно ну как не даже не те люди которые так дела те кто слушает в большинстве своем что сделали многие вот такие ну мягко выражаясь эфиристы они отлучили людей опять ну хитростью помните я говорил о ним ради его характере а его таких этих и там было такое лукавство очень сильно такое знаете которое говорило что приходите к нам здесь спасение здесь бог но при этом все делалось это для того чтобы людей подальше от бога отодвинуть и я еще помню что ну когда еще был молодой и бог меня призвала тогда на служение и я видел как ну расползается это такая чума зараза которая люди начали читать какие-то книжки какие-то тематички какие-то брошюры и которые ну которыми они заменили слово божье и было видно что слово божьим они вообще плавают то есть они не понимают о чем речь идет но зато они знают кто там что сказал из тогдашних ну помазанников которые как раз этими занимались и они говорили вот три книги и мои прочитай купи сначала прочитай и ты будешь знать все что надо для спасения и тебе не придется такую большую книгу брать объемистую и читать как ну как и евангелие или их тем более как библия вот так людей его делят бога на их больше я даже вам больше скажу что те кто ну учат и учили сами очень мало знаю слова божья насколько поверхностно что порой думается ну как и как ты ну как так можно ну просто в недоумении пребываешь по этому вопросу то есть я уже не говорю о незнании языка оригинала ну потому что ну здесь вообще если мое мнение да если ты становишься за кафедру и собираешься учить о боге израиля то ты хотя бы потрудись выучить язык этого израиля еврит который язык на котором бог разговаривал со своим народом и потрудились в оригинале прочесть те тексты которые ну бог оставил нам для того чтобы мы читали освещаясь просвещаясь и были народом свободным который ну подчиняется напрямую только богу но если и этого нету то дальше это беда это проблема я знаю о чем я говорю потому что ну вот знаю хорошо такое лирическое отступление продолжим мы дальше мы будем ну мы сегодня говорим об избрании да ясно помню много притчей что говорил об этом о том что ну господин заколол быков там баранов и позвал людей на пиршество и одни сказались сослались там на неотложную работу другие сослались но на на другие какие-то вещи и так и и не пришли тогда были посланы и слуги собрали всех тех косых там вечных но и пиршество наполнилось это одна из притчей другая ну она как бы говорится а больше не говорится о призыве божьем и этот призыв друзья уже получил практически весь мир потому что проповедано было слово божье по всей земле мы сейчас пребываем то время в котором мы смело можем сказать что в принципе слово больше достигла всех концов земли может быть где-то там в аману в джунглях на регионе амазонки там где-то какие-то племена и остались которые не слышали но это навряд ли потому что сейчас насколько развито все технически про технический прогресс то я думаю что каких-то явных на земле существования какой-то там ну небольшой группы людей она не может остаться незамеченным потому что смотрят спутников и спутника такие приборы что можно читать книгу говорят ну свободно ты держишь руках книгу они оттуда могут свободно читать что написано вот поэтому а при упорах бог позвал всех не все ответили на это призвание на этот зов так что число призваны их она не относится ко всему мира званых да но призванных нет например те кто откликнулись на призыв божий и пришли ко христу тому месту где должны собраться были призваны все вот и и дальше что должно было произойти друзья а дальше должно было произойти смерть плоского я вот там на кресте оно должно быть было умереть наше я понимаю я хочу я вижу я желаю чтоб так было но и к сожалению многие на этом уровне призванных остались потому что избрание это само по себе оно оно уже не простая такая штука которая многие предпочли ну не идти этим путем избранных я знаю много людей ну пишут что евреи ой да это такая нация хитрая они господствуют здесь в мире о ваших книжках написано что выше всех народов поставлю и все такое но в этом это об этом говорят люди которые или не понимают о чем они говорят или те люди которые ну далеки вообще от понимания духовного и ну просто на душевности на вот этих разных плоских уровнях они подобные вещи говорят распространяют на самом деле избрание это тяжелую нелегкая нелегкая ноша и здесь уже начинается все по-настоящему если там еще до христа да и подойдя к христу то есть принял маши я хода и шо как жертву и как жертву которая благодаря которой мы живем сегодня но дальше не двинувшись то есть не со распявшись там не умерел для себя то ну если вот этого не сделать идти дальше в избрание невозможно и если до этого от момента можно себе позволять разные вольности там и в принципе не ничего и ну то есть ты ходишь больше перед людьми почему потому что ну ты их больше боися чтобы они там тебя из своей общины не выбросили еще что то вот чем было но когда ты остаешься на единичном собой проявляется твоя настоящая сущность и ты начинаешь жить как тебе хочется или как ты понимаешь жить ну ну вот так вот то перейдя уже вот этот крест и да и ну ответив на божью любовь дав согласие стать стать на путь избранных да то там уже все по-другому и там уже аж ну шаль ну а таких ошибок не нету то есть не они то есть но они не прощаются и ты уже здесь смотрите когда помните кишуа подошли и говорят что там за прозревшего это было бы был разговор ну и шо там объяснял ими потом говорит они говорят а шо и мы тогда по-твоему слепые это задают вопрос ему книжники фарисеи и он говорит если бы вы были слепые не было бы на вас вины но так как говорите что зрячие то вот эти грехи все будут на вас то есть помните когда я рассказывал за долину море долина учения откуда открывалась вид на две горы из которых священники произносили благословение и проклятие вот это долина море или хрест или пенуэл ну как угодно можно называть гефсимания да можно называть но название которые принципе говорят все об одном и том же можем сказать но с этого момента да когда ты сказал да богу и открылся для бога полностью и для того чтобы ответить на его любовь ты понял что что бог тебя любит и что в этих в законе нет того чтобы было против тебя а она все за за тебя для того чтобы ты не просто жил здесь на земле но еще имел и жизнь вечную поэтому когда ты это понял с этого момента начинается вот этот раздел и в твоей жизни и в твоей голове просто ты знаешь четко что вот здесь благословение и эти шаги которые я сделаю эти шаги будут благословлены богом но если я пойду вот этим путем это будет проклятие я сам буду не ну как бы сознательно буду подвергать и себя и тех кто следует за мной проклятию и вот вот с этого момента вот так вот и и туда с необрезанным сердцем невозможно идти дальше то есть ну что такое обрезанное сердце скажите это вот ну много разных опять же толкование я слышал на это на это но в принципе когда мы говорим обретнили то мы ну это это тоже самое обрезанное сердце обрезание крайней плоти как вот люди которые прочитали послание голова там и неправильно его истолковавши они начали ну там умствовать по поводу закона что это все убрано и все такое так брит мила то есть обрезание крайней плоти она не не ну не имела ничего общего ну принципе это не просто хирургический такой акта и дальше все живи как хочешь это было настоящее обрезание сердца потому что дальше ты уже не можешь не мог жить ты взял на себя время небес то есть ты берешь на себя ответственность быть представителем бога здесь на земле представлять его интересы как посланного ним понимаете ну вот как делегаты например у меня большая фирма и я эту фирму создал имидж как порядочной фирмы долго трудился над этим всем много туда своих жизненных сил получил вложил своих семьи и все остальное и вот мне надо открыть где-то представительство и я беру человека которому доверяю да я его туда посылаю и там он представляет мои интересы и принципе на него смотрят как на меня если он начнет там делать разные гадости люди будут знать что что таков и я как он и здесь потом трудно будет отмыться и рассказать я его этому не учил а или ну когда я посылал я не думал что так все сложится это все оговорки которые принципе они никому не будут интересны потому что человек который там так поступал он по уже вот эти мои годы кропотливого труда он уничтожил там за каких-то там за какой-то месяц и и уже твоя репутация как делового человека как человека который есть слово свою да ты сказал да и значит да будет хоть и в ущерб себе она естественно этой репутации она начинает потихоньку рассыпаться если так у людей то представьте насколько это больше происходит в духовном мире то есть люди которые берут на себя ответственность нести это избрание если их они начнут действовать ну на разрушение царства божьего и делать все для того чтобы хула была на бога да и ну то представьте как и насколько это опасно будет так поступать для самого человека то есть здесь решила четко объясняет лучше бы ему не родиться и лучше бы ему родившись если он родился уже то повесить мельничный жирного это такое большой камень достаточная и у один человек не поднимет и утопиться потому что не понимает что он делает и шоу ну какие последствия его действий будут но вот 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 для начала что такое избрание и избрание естественно она по подразумевает то есть посланник многие говорят тут есть раб божья есть непонятно посланник ведь он сам себе уже не принадлежит и и ну условия договора двухстороннего да они должны в первую очередь соблюдаться но и опять же опять же любой пункт который будет нарушаться этот пункт ну это будет вести к неизменно ну неизменным последствиям то есть последствия нарушения будет очень серьезным сейчас зачитаю место торы и немного мы размышляем над ним но мы сегодня будем много туру читать ну немного не так много ну будем читать и так шмот двадцать четвертый стих и было в пути на ночлег на стих бог маша и хотел умертвить его то есть бог избрал машина и маша всеми силами пытался как-то открутиться отвертеться от этого ну ничего не получилось ну вы помните и он и ничего не получилось свое время когда бог меня призывал ну то есть водил мое избрание мне тоже туда не сильно хотелось идти я понимал чем это сопряжено потому что ну ничего такого бог не делает не открыв предварительно ну что свой замысел и я я понимал что лучше мне вот там где под христом поплясать потанцевать и они идти вот этим путем но ну это моё плоское я хотя в духе я понимал что это единственный путь который верный и правильный и был ну была война внутри меня ну к естественно что плоть противится духу дух противится плоти и здесь ну никак вот этот конфликт он не может решиться он может решиться любую пользу плоти по плоти да и мы знаем что сеющий плоти он пожнет тление и или пользу духа потому что сеющий дух пожнет жизнь вечную вот такие конфликты бывают но и мы видим бог избрал наше да и сказал все ты будешь возвращаясь в египет там будешь мой народ туда вычерпывать интересно потому что в самом имени маши до заложена информация об этом ну он был вычерпнутый из воды но вычерпнутый из воды это имя которое давала ему египетская принцесса да она она бы должно было бы звучать по другому мишу и это тот кто вычерпнутый но она называет его машев чтобы он понял о том откуда он был взят ну и возникает небольшая путаница потому что маше и мишу и это две два разных имени и два разных понимания вот как раз маше это тот кто вычерпает должен будет вычерпать из воды то есть он вычерпают не его вычерпнули понимаете разницу а он вычерпают из воды это тот кто должен будет из египта египта вычерпнуть народ божий то есть выбрать до последнего забрать у царства греха и принципе если на сегодняшний мир на сегодняшний момент нам как бы сказать что такое египет да и что такое этот мицраим ну ведь многие говорят мы это царство греха и ну царство греха не совсем понятное ну и и мицраима но не ну как бы больше не об этом слово само то есть информация этого слова не о том мицраим это узость мышления из-за вложенных в голову стереотипов тебе с самого детства на плане напхали в голову все различные стереотипы и от и на основании их когда приходит время делать какой-то шаг или ты лишь не и не буду этого делать ничего не получится когда заболела дыр ну вот жена жена у меня и не сначала даже не сильно беспокоился потому что когда родители умерли осталось наследство и можно было этим распоряжаться и больше конечно упование было на это все что есть вокруг меня у меня и потихоньку это все болисть не получилось одним днем потом я и сам заболел и так получилось что у нас это я то оксана в больнице были и и вот пока были деньги ну уж мои те которые ну в принципе ну дали мне родители никто ни один человек не может сказать что я нажился со служения так вот вот пользуясь этими деньами пока все шло но когда они закончились и и болезнь не то что не прекратилась она продолжалась и ну и другие формы приобретала более тяжелые даже и знаете как вот став этот тупик и я думал ну все крови вообще жизнь закончена потому что лечиться не за что у нас же в украине медицина бесплатная вы знаете и те кто попадал хоть раз ну с серьезным заболеванием они знают насколько она бесплатна что там где она платна там получается дешевле чем здесь как бесплатная ну я серьезно вам говорю это не что я не шучу так вот когда вот это все и я понимал что все дальше как-то ну что все придется или сам не могу работать потому что после двух операций с обстрывы сердце сердце постоянно вот чуть-чуть нагрузки и такая ну тахикардия начинается потом печень болезнь то есть физическим трудом очень тяжело было бы мне работать я пытался это делать ночами работал и днем чуть поспал там бежал в больницу или там записывал что-то но ничего не еще при этом мне надо было вдохновлять людей которые ну по всему миру разбросаны и как-то ну их мотивировать и говорить что бог милостивый он не оставит вас когда мы сами остались в таком тяжелом положении и тот стереотип который был сформирован в моем разуме и он говорил что без денег ты ничего не можешь в этом мире ты ничего не достигнешь и ничего у тебя не получится больше того твоя жена она будет у тебя на лозах умирать потому что у тебя ничего нету кто возьмется ее лечить и знаете друзья вот очень тяжело переступать эти стереотипы и увидеть верой что это не так будет вот то все обстоятельства те которые тебе говорят что хана мити так вот все вот эти обстоятельства а ты верой должен увидеть то есть отказаться от видимого и в невидимом увидеть конечный результат это не так просто просто об этом говорить и до этого может быть я говорил не помню так вере но но когда ты сам оказываешься в такой ситуации тогда караул и увидеть в невидимом что все будет триумфально и победоносно это значит переступить на новый уровень веры и тогда уже от этого твоего шага веры начинают ну пойду как бы ты начинаешь действовать и вы знаете когда действительно ты ну я молился и и бог показал что ну все равно будет все хорошо и несмотря на то что сколько всего навалилось там и кредиты и ну потому что на лечение уже начали надо было отдавать платить врачам если начали нельзя было заканчивать ну в общем там целый круговорот и среди всего этого навалившегося ну на меня а я в принципе никогда у меня такого не было чтобы у меня была проблема с деньгами то есть с обеспечением такого никогда не было для меня это было очень серьезным испытанием друзья ну увидеть верой и туда заглянуть и увидеть совершенно другую картину это это не просто находясь находясь в этом узком месте вот что такое мы из и мицраим вот куда мы попадаем тогда когда наша плоть она ну не с распоминается а наша плоти где-то не убодрствовали где-то что-то сделали и по закону ты должен вот такое получить такие посредствия что происходит с маши многие не понимают это стихи говорят как так он его послал и он же сразу вы с выступил убить его да друзья потому что моисей согласился и он пошел но машину знаете цепора она же не была июль с еврейской среды и для никого ну ее отец и тро он был в своем племени там каким-то священнослужительным жрецом каким-то и все остальное и и а он и обычай ну стойку того племени он там у них не было обрезаться и когда вопрос стал обрезание очевидно жена она сказала стоп я не дам над своими детьми издеваться и что это за вообще такой за уве уроду наносить увечья ребенку что это такое я не ну и его за ну и так конфликты возникают бывает недоразумение между мужем и женой и маши очевидно закрыл на это глаза и вот этом состоянии он совершал хотел ну продолжать путь и служить бог то есть войти в свое избрание и естественно что на этом пути его ждала смерть невозможно на этом пути избрания идти против бога потому что ну если ты будешь нарушать то что бог говорит делать тебя ждет смерть как в этом случае бог бог послал и бог выступил умертвить его и тогда эта женщина которая была иноверка и она не была как рахиль как ривка взята там от родни нет это была иноверка и сама представьте и она взяла или камень или какой-то орудий там ну она взяла сама взяла это и эти обрезания и сказала богу ты хочешь крови нужна тебе кровь кровь обрезание я поняла что это не просто так то есть обрезание она не делается не ну не для какой-то а для того чтобы ты всегда помнил всегда помню что ты стал вошел свое избрание и ты взял на себя ответственность представлять бога на этой земле и и вот почему знаете когда есть такие ну много рассказов когда крови нам приходит ученик и говорит я хочу учиться он говорит иди отсюда гуляй особенно это если это гаим то есть из других народов второй раз он говорит я хочу учиться ему опять отвечает иди гуляй и когда он третий раз приходит и говорит я хочу учиться тогда возможно его садят и объясняют ему все вот эти тяготы которые будут связаны с этим и с принятым его решением поэтому потому что избрание я поставлю тебя над народами это совсем другая штука чем царствовать на всеми вот как мне один человек написал бог с помощью своих своего народа царствует во всем мире это не не то царство которое друзья на котором вы думаете и а те кто занимает какие-то посты там и они говорят что они евреи это не евреи это ну как бы возможно у них паспорта даже могут быть еврейские но государство израиль точнее но небесный паспорт никак не получить если ты на не народ туры вот вот в чем вопрос если ты не перешел и не стал на сторону бога поэтому я тех каком вы думаете что это евреи там президент или там премьер-министр да на украине недавно был такой и вы думаете что это евреи это не евреи сто процентов не евреи евреи это народ туры народ шатра народ учения вот кто настоящие евреи и я им как раз а вот такие вещи не прошли не прощаются и это даже поняла и наверх к и и здесь это делал даже не маше а сделала она потому что выступая вступая в эту войну ну божью да на стороне бога важно понимать что помните я всегда говорил и говорил что первое это ну для служения важность первое это чтобы было взаимопонимание в семье очевидно что до этого момента между маше и его женой этого взаимопонимания нету а вступать в божью войну когда у тебя открыт тыл то это откровенно идти на поражение и это никому не надо поэтому в первую очередь избрание урегулирует эти вопросы как было в моей жизни могу сказать точно точно вот как вот здесь вы видите и как я говорю точно так было в моей жизни пока не урегулировали все вопросы семейные и пока мы вместе с женой вот это не приняли решение был конфликт и продвигаться дальше было нереально потому что дальше было бы смерть если вы вот это и я знаю но людей которые вступили в избрание и оставив пил свой незащищенный да в женой находясь в конфликте например они умирали и это я точно знаю потому что ну это знакомые мои хорошие из которым я не понаслышке где-то от кого-то слышал так вот вот первое то что о чем я хотел сказать вам говоря об избрании это два момента это полностью полное обрезание твое да и говорится о духовном обрезании друзья не думайте ну что нужно не не выбросьте вот этот стереотип из головы что и обрезание евреев это всего лишь хирургическая операция ничего подобного это обрезание сердца и я могу доказать любому теологу по слову божьему могу показать что это так что брит мила это не просто вот мы обрезанные поэтому мы евреи ничего подобного но само обрезание крайней плоти не делает тебя игры ну а переход на сторону бога делать тебе игры затем все остальное и что дальше происходит смотрите интереснейший момент потому что и были авраам и исхак и яков это патриархи но их не их не их не роль или как бы вот ну да их не роли вот этой в эпохе израиля она заключалась в определенных вещах которые они сделали и слава и михала но ну когда мы говорим об избране это чуть-чуть о другом и смотрите что дальше происходит и говорил всесильный это второй стих главы его ира и говорил всесильный смоше и сказал ему я бог я открывался в раму и цхаку и яку в образе всемогущего но своей божественной сущности я им не открыл друзья вы слышите меня ну какая разница между тем и этим и здесь чтобы понимали никого я не над кем не ставлю вообще я я живу ну говорю что здесь все равны и так и должно быть и когда мы говорим об раме мы не можем его поставить выше над машей или над каким-то другим евре но точно так же с другой стороны понимаете в еврейской общине то есть если ты община евреи народа торы то там все равны я когда мы говорим что вот это вот это и то это две разницы большие то это действительно так просто им бог открывался как бог всемогущий моше бог начал открывать свою сущность и в чем в чем она заключается я заключил ну я им не открывал и заключила с ними союз мой чтобы отдать им страну ханан ту страну в которой жили они и так же услышала я стенания сынов израиля которых египтяне порабощают и вспомнил я союз мой поэтому скажу если нам израиля я бог я выведу вас из-под иго египтян то есть первое бог обещает для каждого человека вывести его из той тесноты в которую он попал и благодаря вот этим стереотипом стереотипному мышлению которая сформировала общество в котором он развивался и рос бог говорит я бог я выведу оттуда с этого из с этой тесноты мицраим теснота вызванная ограничением в нашем разуме и так бог выведу вас из-под иго египта и избавлю вас от служения им и спасу вас мощью великой и страшными карами то есть бог обещает вот сущность позже я выведу я избавлю вас то есть любовь больше в чем проявляются и я спасу это обетование позже дается авра маша и больше того друзья хотелось бы конечно но я буду уже вкратце потому что уже смотрю по времени хотелось бы больше на эту тему говорить конечно но смотрите еще еще один момент то есть сущность больше открывается бог никогда не 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 забывает и бог никогда не дает обещаний которых он не выполняет еще и яку он сказал иди и я буду с тобой там и я ну и здесь когда они пошли и когда вот это все происходило и ну знаете какие в доме в печь бросают драгоценный металл для того чтобы перепон переплавился и все шлаки оттуда были убраны но все примеси других металлов то есть отделяют и выходит чистое золото чистой 90 999 пробы так вот так с народом то есть для того чтобы мы ну переплавились да нужен мицраим для того чтобы мы оттуда воззвали к богу ну нужны эти стесненные обстоятельства для того чтобы выйти на новый качественный уровень нужен был мицраим и бог говорит я выведу я избавлю и мы понимаем в этом освещение и спасу и здесь уже обетование божье о том что он бубу является тем кто спасет понимаете ну эта тема которую я уже неоднократно о спасении затрагивал и вот этот стих который так любят христиане и они говорят 3 ну и она 3 16 ибо так в бог возлюбил мир что отдал сына своего единородного так вот кто возлюбил мир ну или ибо так бог возлюбил мир так бог возлюбил людей что заводов самые драгоценные кто пообещал спасти творец кто это сделал творец жертвуя самым драгоценным поэтому мы и понимаем что это наш спаситель вот нисколько не умаляя заслугу других людей но и еще один момент и заканчивает друзья и сказал бог обращаясь к маше смотри я поставлю тебя вместо всесильного для фараона в оригинале это слово всесильный оно элохим то есть элохим это законодатель и это имя божье так вот друзья чтобы вы понимали для всех тех кто находится ну язычество и грех это две неразделимые вещи почему потому что в центре поклонения язычников всегда стоит эгоцентризма центризм это реки и дальше не надо мыслить так вот для всех грешников маше он как бог будет понимаете это склонность языческая обожествлять все то что чего они не понимают и ну и тут ничего не оскорбительного они не так уж создана природа то есть на наше плоское я почему я говорил о том что избрание это не просто так потому что один из этапов избрания это когда начинает бог через тебя действовать и тебя начинает делать идолом или кумиром в своей нации или даже в масштабах мира и здесь вот это испытание знаете есть испытание водой прошел говорят огонь и воду и медные трубы испытание медными трубами или испытание славой самое тяжелое испытание через которое проходит единицы из избранных потому что это это насколько ты тяжелая ноша которого в свое время чуть не раздавила меня и чуть вообще не стерла мне с лица земли ну или не уничтожила во мне все человеческое я помню это и я хорошо запомнил эти эти моменты так вот почти почему мушея не был для своих братьев как и лухим ну то есть для израиля потому что израиль он построен на равенстве и о израиль но эта информация о равенстве она у них в крови и когда помните о еще до вот этого момента моисей убил двух увидел как евреев обижать и убил слуху фараона а потом ну и вышел и опять эти же люди его обвинили что кто тебя поставил командовать над нами то есть люди которые должны были его вроде бы его понимание отблагодарить они кто ты что ты командовать над нами собирается ну вот это вот эта информация а о том что я говорю среди израиля не нету никогда не большего не меньшего этапе эта информация имеет только народ божий то есть она он ну здесь все равны и поэтому мушея который ну для всех остальных как все как бог для и израиля остается человеком хорошо друзья буду заканчивать возможно я еще ну пишите в комментариях если вам интересно я продолжу эту тему потому что не все сказал и и так бы мне хотелось бы еще знать потому что много много людей смотрят канал и очень много людей без подписки сейчас уже больше 6 ну в общем под 70 процентов смотрят без подписки мне интересно ваше мнение я всегда спрашиваю вы понимаете о чем я сегодня говорил и есть у вас есть вопросы пишите задавайте я всегда рад буду ответить если я знаю ответ ну я не все знаю и я не все знающий или не всемуущий боже меня упаси я я обыкновенный человек который ну просто бог дал этот дар ущительства а но если вам интересна эта тема я его продолжу тема избрания потому что это очень важно понимать и для тех людей кто хочет этот шаг сделать но еще не решается и для тех вы опять же кто ужас ты стал на путь избранного то есть на путь сужения бога и это поможет вам не совершать может быть тех ошибок через которые прошли мы и черену вследствие которых пришлось очень и не в непросто то есть потому что бог учит и здесь нету такого знаете христианского гуманизма в этом учении все по-настоящему хорошо не буду на грустной ноте заказать принципе ничего я на грустной и не заканчиваю потому что это радостная весть и друзья не не бойтесь быть избранными это это то это хорошо хотя для плоти не очень ну на же наша с вами цель здесь на земле победить эту плоть отказаться от нее и и стать всецело на сторону бога так что всем шаббат шалом с наступающим ваш шаббатом обнимаю всех люблю до новых встреч и пишите и вопросы пишите и я их или в следующем уроке постараюсь раскрыть эти вопросы или же ну пишите интересно вам эта тема я ее продолжу потому что за это время я не успеваю все полностью полностью сказать все до свидания прошу молиться за нас и молитесь действительно у кого есть сердце и открыто сердце для молитвы для помощи помогите потому что ну такой проходим сейчас этап что без единения с наруну нам невозможно самим нам невозможно это сделать вот все упование на бога и на верных божьих все прощаюсь до новых встреч шаббат шалом пусть шаббат будет мирный и радостный и пусть он принесет вам много хороших и духовной пищи и пищи физической пусть все у вас будет хорошо все до свидания до новых встреч шалом 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 филе